ну что вернемся на круги своя так надо вернуться надо чтобы никто не втирал что мы пьяные в отличие от алкашей а их больше именно там где они могут ночевать круглый год а у нас все нормально проблема в чем в алкоголе потому что его в действительности нет в атмосфере лжи вам выдают бодягу и вы в лохмотье но в магнитогорске пока есть три места где вас не увезут в спецприемник где пиво изумительное где удовольствие в тему тема делается рядом с магнитогорском верхний уральский тема это в вавилоне вход с севера на карла маркса 204 ничего здесь не видите вы здесь не увидите пьяных лиц мы противники пьянства казакового вообще-то надо понимать что во всем мире немножко другое употребление алкоголя в грамотном мире где люди не упиваются не ужираются но там есть другой нюанс поверьте мне я был в этих дивных странах во всех странах капиталистического мира я был я был в германии я был во британии я был в соединенных штатах то есть я-то был знаю о чем идет речь кстати даже прогонился и в париже был но это уже отдельно это не те страны и почему они это дело делают хорошо и красиво ну во первых у них нету обмана раз клево да тоже даже когда мы были в соединенных штатах америки мы видели то самое качественное качественное пиво там даже будвайзер не такой как у нас говно я уже не буду говорить про все остальное понимаете что такое россия для них ну так страна третьего сорта и поэтому россияне должны всяким говном ужираться говно ужирается в котором димедрольная составляющая типа пива которого не существует природе вы можете пожрать чем быстрее мы умрем тем и вкуснее понимаете свое время один такой товарищ уинстон черчилль или но из той же оперы там еще там девушка была немножко другая маргарет тэтчер так и сказала что россия может прожить при населении всего в 75 тысяч человек а больше ты не надо и поэтому вот вот все что нужно из полного говна оно должно быть в россии а когда вы пьете хорошее качественное пиво под названием верхнеуральское пиво да и неоднократно это делаете материалы потому что я знаю что это замечательный напиток изумительные вы можете посмотреть на его я сейчас сделаю один материал буду делать про магнитогоровск а другой материал буду делать про верхнюю ральку туда-сюда мотаться да 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 это придется потому что вы должны понять что где вам дает верхнюю ральское пиво вас там обманывать не будут никоим образом то есть где мы сейчас находимся мы находимся на улице карла маркса 204 магазин вавилон сбоку вот это самое изумительное место их слова то давайте все-таки определился по цене вопроса да по цене вопроса то есть грубо говоря пиво которое вы покупаете в банках она не дешевая них хрена вы банки покупаете а в банке сколько 0 5 а здесь литр цена все в два раза какой-то цена практически одинаковая только здесь вы пьете изумительный вариант а там ведь полное говно думать сами пиво хорошее да да хорошее то есть это не тот димедрол который вы растворимый во всех аптеках продаются уже не аптеки этого димедроле у не удовольствие в любом сетевики полом давить здесь вкуснее вкуснее однозначно интереснее и по цене то в принципе нормальные деньги по цене самое забавное самое забавное что здесь вы можете посмотреть хоккейный матч то есть даже если вы куда-то выехали не каждый же будет искать эти хоккейные матчи вы можете прийти сюда и если у нас дивный выезд то вы можете все это дело посмотреть а здесь есть замечательный график хоккейных матчей да господа мои самое забавное в другом принципе здесь также любят хоккейные матчи но только почему на хоккейном матче нет того самого верхнеуральского пива это у меня вопрос уже к тому кто предлагает вам пиво тамошнее давайте все-таки определимся если мы вас любим мы готовы вам это дело предложить и вы можете спокойненько при просмотре тамошних хоккейных матчей пить классное верхнеуральское пиво это в принципе возможно возможно но но если вы все-таки вернулись и захотели посмотреть уже внутренние хоккейные матчи не участвуя там вы можете это сделать уже здесь в месте рядышком справа от магазина вавилон карл маркса 204 спокойненько получаете удовольствие от ощущения матча и качество пива какое пиво верхнеуральское она одно из лучших в городе если не будем говорить что это лучше пиво вообще в мире мы чуть-чуть отъехали в сторону запада здесь город не расширяется поселками здесь не поселки а полноценная городская инфраструктура выходящая за лесопарк именно здесь рядом с тройкой тот лучший пивной бар именно пивной именно бар с историей нет дуризма а обалденизма чудо вкуснейшего чудо сваренного по чисто пивной традиции брожения чудо постоянно привозимого нового пива чудо сделанного трудом пивовара чудо изготовленного у истоков лучшего пива из лучших пивоварен страны чудо из верхнеуральска к слову о цене она абсолютно реальная но в отличие от димедрола с добавками субстанции которая именуется пивом и дешманского спирта это все совсем другое что мы сейчас говорим мы вам говорим о том что здесь также нету этих дивно похмельных красномордых да красномордых лиц у которых димедрол воткнулся с алкоголем и у них с головой все вот так развернулась на круги своя нет 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 это в других местах есть такие заведения вообще будем говорить что пивных мест в городе как очень много не то что как у дурака мохорких очень много но какое пиво они там пьют то самое димедроль на алкогольное чумовое и тупорыльное пиво они там пьют здесь вы пиво не пьете здесь вообще как бы вас не обманывают дальше тема интересная да оказывается уже курица начала стоить космос то есть 200 рублей за за что за курицу маленький нюанс но вы должны понять вы все должны это понять я пересчитывал допустим количество свинины которые съедает город магнитогорск это примерно ну грубо говоря примерно от 100 туш в день это магнитогорск съедает вы их где-то видели столько туш свиных нет конечно это бройлерные свинины есть сказки про то что это фермерская это вот ушам так выскатите из головы да побольше естественно мы едим но маленький нюанс из разряда того сколько человек может деньги заработать легко и просто то есть он свина ферму открыл через год она купится а через два года до куриная ферма окупится через год ровно вы понимаете да то есть вас имеют вас и подтягиваю по самые кривые помидоры тогда да именно покрыли мне тут товарищ говорит а почему кривые помидоры потому что я не могу хотя могу это сделать но не всегда это необходимо чтобы я даже матерился в дивном рассказе про наше замечательное пиво и сделано в верхнеуральске потому что там вас не обманывают выпейте то удовольствие которое для вас создана крутыми специалистами они очень хороши будем говорить хотя недавно что-то меня как-то нету послали кое-куда мне откачь не сильно не нравится но я прям эти в чем проблема я делаю это бесплатно делаю это для вас потому что вы должны пить качественное пиво а не быть обманутыми то есть вас сегодня сейчас скоро обманут во первых обманывают у вас те кто продает рыбу раз во вторых говядину свинина пока еще в норме более-менее нужен курица и весь алкоголь продаваемый в городе магнитогорск весь алкоголь продаваемый не только в сетевиках но и в лырках полное говно а ха 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 господа мы после этого не думайте что вы что-то нормальное пьете нет 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 пьете вы полное говно но когда вы будете пить верхнеуральское пиво получите удовольствие грамотности и событийности сделанное своими руками посмотрите мои сюжеты я вам неоднократно про это рассказываю тоже самый материал тоже самый шашлык я уже устал говорить нашим товарищам из азербайджана и армении ребят но с какого перепуга ваш шашлык стоит 400 раз дороже чем обыкновенный шашлык то есть вы посчитаете переделать его зачем вы даже не маринуете допустите ценнику хотя в два раза это в принципе есть шашлык который подешевле находится рядышком с аквилоном потому что там люди занимаются и там что такое что такое аквилон это центральная городская ярмарка на центральной городской ярмарке большое количество тех кто не понимает за что такие деньги платить и там ценники более или менее адекватные но вас-то неадекватные ценники вы понимаете меня будьте более адекватными и смотрите как вам делает это дело то самое качественное верхнеуральское пиво и это самое качественное уральское пиво вы можете купить рядышком рядышком с вами рядышком с магазином Троечка вот справа вот здесь берите то самое лучшее пиво. Этого не делается здесь. Здесь этого дело не делается. Мы не собираемся вас охмурять. Нам это делать не нужно. Почему нам это делать не нужно? Вот это другой вопрос. Почему нам это делать не нужно? потому что удовольствие это немножко из другой составляющей нашей темы, нашей беседы. Человек, кто это дело организовал, вспомнил нашу молодость. Таких людей очень, таких людей очень, таких людей очень мало в этом городе. Виктор Филиппович Рашников, который не слинял никуда, извините, целиком весь комбинат он перекроил. А вы не въезжаете, дома они не бывают бесконечными, потому что я инженер-теплоэнергетик. У них тоже срок эксплуатации есть определенный. Да, дорогие мои, да. И тот человек, который дал вам эту возможность, вот ему надо сказать огромную благодарность, потому что он вас не обманывал, не будет обманывать никогда, верьте ему. Не надо думать, что это не стильно. Здесь стиль баров и пабов. Но цены абсолютно, я имею в виду, полностью нормальные. К сожалению, вас имеют. Растворимый отможжень с пивным вкусом вам втирают отморозки. Я по-другому не могу понять тех, кто на вас зарабатывает. Именно поэтому я ненавижу полный отстой, хотя было время, я ему питался. Было дело, была любовь. Нужно было собирать бабло для жизни. Я лох. Но что вы поняли, но сейчас хватит. Я этим делом занимался в 2011 году в своем ресторане. Сегодня вы знаете правила, и они есть на Комсомольской 25. Как бы я назвал этот сюжет, я бы назвал его полное отсутствие обмана. А так оно случается ли в вашей жизни, чтобы у вас было полное отсутствие обмана, когда вас обманывают все? Вас обманывают управляющие компании, вас обманывает ваше начальство, которое вам не платит деньги, потому что начальство думает, что это не, что вы быдло, хотя оно такое же быдло, как и вы. То есть разницы нет никакой, оно просто вовремя наворовалось и говорит, что вот мы хорошие, а вы не хорошие. А что это вы такие-то решили-то? Ну, там еще много мест обмана. В некотором смысле обманывают вас еще и товарищи из медицины. То есть они в прошлом году меня уйдокали с пневмонией, хотя я сразу им говорил, что очень много мокроты было, там полотенца мокроты было, они не слышали ни хрена. А потом оказалось, что пневмония нарисовалась. То есть никто нас не обманывает. Мы вообще-таки живем в этом государстве, такое ощущение, что нас никто не обманывает. Так вот, все-таки вернемся к тому, кто вас не обманывает. А вас не обманывает тот, кто производит самое лучшее в мире Верхневральское пиво. Во-во-во-во! А он вас не будет обманывать, потому что это ему не нужно, потому что человеку сейчас было хорошо и красиво, он сделал тот вариант, который не у каждого первого встречного, это в городе Магнитогорске присутствует. Полное отсутствие обмана, полное отсутствие добавок и красителей, полное отсутствие спирта, это полное отсутствие того, что вас втирают в любой магазин из-за разряда и киосков, и сетевиков. Да-да-да-да, здесь этого нету, здесь вы получаете изумительнейший вариант качественного пива, где? Здесь, в отличном местечке на Комсомольске 25. Чтобы объективно посудить, нужно любое пиво, где бы ты не пил и какой не пил, 3-4 таких больших голодка, и потом подождать. И во рту после вкуса остается, ну, настоящее пиво. А если не настоящий, там одна вода. Или вода, или димедрол, да, со спиртом? Ну, не знаю, да, какие-то привкусы. А привкус должен хмель быть, если настоящий. Вот, например, из этих сортов мне больше нравится рижская, потому что горькая, я люблю с горчинкой. И вот я сейчас попробую. Меня, в принципе, устраивает это пиво. Конечно, бывает лучше, но по такой цене я там нормально пью. Нормальный пиво, а можно пить спокойнее? Я думаю, да. Но время покажет, да? Мы не первый раз пьем пиво и спокойно пьем. У нас нет беспокойства, что там что-то не это. Пейте пиво пенное из Верхнеуральска, офигенно. Давай, за Верхнеуральска. То есть, мы когда говорим про пиво, люди сказали, пейте пиво. Пиво вкусное здесь должно быть, пиво должно быть изумительное. Мне, когда они говорят, а я немножко расскажу чуть-чуть по-другому. Потому что я не был в этом месте. Я рядышком находился с белорецким пивным заводом. Туда заходил мой товарищ. И, в принципе, я уже показывал вам то, что развалили за какие-то 5 лет. За какие-то 5 лет Верхнеуральск ухамыздал полностью весь пивной завод. Понимаете? У меня такое странное ощущение, что это там было очень-очень давно и все это дело. За 5 лет они ухамыздали все в лохмоте. А после этого на том самом месте, с той же самого местечка, откуда бралось оно все. Да-да-да-да, это пиво делается. Ну, конечно, это не старое, но это новое. И когда мы говорим о качестве и количестве пива, то к тем 6 сортам добавилось еще одно. То есть вы можете брать то самое лучшее пиво, которое сделано где? На Верхнеуральском пивном заводе.